И мы воздаем хвалу Всевышнему Аллаху Субханаху Аталя, который продлил наши года, который удлинил нашу жизнь и дал нам возможность застать этот благодатный месяц Рамадан. Месяц, который Всевышний Аллах Субханаху Аталя выделил над остальными месяцами. Месяц, в каждой ночи которого есть ангел, который взывает к людям и говорит «Я Багьяль Хайри Акбиль». Вот тот, кто желает добра, вот тот, чья душа привыкла совершать благие деяния, устремись приумножить эти благие деяния. «Я Багья Шарри Аксир» Вот тот, кто совершал плохие деяния, удержи себя, сократи их, старайся меньше совершать их или вообще оставь их полностью. Рамадан это тот месяц, который был неспослан Кур'ан. Рамадан тот месяц, когда заковываются шайтаны. Это тот месяц, который Всевышний Аллах Субханаху Аталя выделил тем, что в этот месяц открываются все врата рая и закрываются все врата ада. И мы восхваляем Всевышнего Аллаха Субханаху Аталя, что Он дал нам возможность дожить до этого месяца. Ведь сколько наших знакомых, возможно коллег по работе, или же друзей по учебе, или же тех, кто нас окружает, людей с общими интересами, которых Всевышний Аллах Субханаху Аталя забрал и не дал дожить до этого священного месяца. Примеров можно приводить очень много. И как мы уже до этого говорили, что это все по желанию Всевышнего Аллаха Субханаху Аталя, по Его предопределению Он творит, что захочет. Как сказал Всевышний Аллах, нет у них на это никакого выбора. Однако мы должны делать то, что было велено делать нам, а это благодарить Всевышнего Аллаха Субханаху Аталя и восхвалять Его за то, что Он дал нам возможность встретить этот благодатный месяц, месяц Рамадан. И как сказал Пророк Салли Аллаху Алейху Ассалям, туба для того, то есть рай или дерево в раю, для того, чья жизнь была продлена, то есть чья жизнь была долгой, а деяния были благими, а деяния были благими. Ведь сколько мы можем встретить людей, которые не дожили до этого месяца. И если мы обратим внимание на их жизнь, то увидим то, что ни одного дня в своей жизни они не пропастились ради Всевышнего Аллаха Субханаху Аталя, или же не сделали ни одного земного поклона, несмотря на то, что их жизнь была длительной, несмотря на то, что Аллах Субханаху Аталя продлил им жизнь и дал им возможность совершать поклонение, дал им здоровье, дал им имущество, лишил их многих проблем, с которыми пришлось встретиться другим людям. Однако, несмотря на то, что их жизнь была долгой, они не посвятили свою жизнь Всевышнему Аллаху Субханаху Аталя и не поклонялись Ему Табараку Аталя, так как Он этого заслуживает. Поэтому посланник Аллаха Салли Аллаху Алейхи Васаляма сказал Туба для того, чья жизнь была долгой, а деяния были благими. И если человек является свидетелем того, что Всевышний Аллах Субханаху Аталя продлил его жизнь и дает ему возможность застать такие благодатные времена, для того, чтобы он приумножил свои деяния и еще больше приблизился ко Всевышнему Аллаху Субханаху Аталя посредством совершения благого, то это служит указанием на то, что Аллах желает ему добра и избирает его из многих своих творений, выбирает его. Как сказал Пророк Салли Аллаху Алейхи Васалям Хьярукум атуалюкум амара, ва ахсанукум амаля Сказал, лучшие из вас, избранные из вас, это те, у кого была долгая жизнь и благие дела. У кого была долгая жизнь и на протяжении этой жизни он совершал праведные деяния. Поэтому та жизнь, которую даровал нам Всевышний Аллах Субханаху Аталя и продлил ее, это является нирма, это милость, это подарок от Всевышнего Аллаха Субханаху Аталя, но это является нирма в том случае, если человек проживает эту жизнь в покорности Аллаху, в подчинении своему Господу Табаракова Аталя. Если же человек оставляет покорность Всевышнего Аллаха Субханаху Аталя и отдает предпочтение ослушанию ему, то, конечно, жизнь такого человека не является нирма, наоборот, это является нирма от Всевышнего Аллаха Субханаху Аталя. И человек не должен пренебрегать ни единым днем, ни единым днем из своей жизни, которую даровал ему Всевышний Аллах. Кто-то скажет, казалось бы, один день, что можно успеть сделать за один день? Что можно успеть сделать за одну неделю? Какую пользу мне может принести всего лишь один месяц, даже если это месяц Рамадан, но этот человек в корне неправ? Если есть те, кто думает именно таким образом, то пусть он вспомнит хадис Пророка, который приводит Шейх-Мукбиль в своей книге, хадис от Убейда ибн Халида, в котором сказано, Ахо, Расуль Аллахи, бейна роджю лейн. однажды посланник Аллаха побратовал между двумя людьми сделал между ними братство сделал двух людей подобно братьям друг другу то что один помогает другому у одного есть права на второго у второго есть права на первого таким образом и сказано в хадисе то что был один из них убит убит на пути Аллаха как сказано в этом ревайте хадиса то что второй умер через неделю после него и как говорит передача хадиса говорит и мы совершили по нему то есть по второму человеку погребальную молитву и посланник Аллаха сказал что вы говорили что вы говорили в своих молитвах какими мольбами вы взывали ко Всевышнему Аллаху на что он сказал на что передача хадиса говорит мы взывали к смольбами ко Всевышнему Аллаху за него и говорили о Аллах прости ему о Аллах помилуй его о Аллах соедини его с его товарищем или же пусть он примкнет своему товарищу в раю на что Мухаммад удивившись сказал посланник Аллаху указывая на почет на достоинство второго человека который прожил дольше всего лишь на неделю обращаясь к вопросам с подвижником он говорит где же его молитвы по сравнению с его молитвами то есть разве вы не сочли те молитвы которые он совершал в этот маленький период времени почему же вы не учли тот пост который он держал после того как у первого уже не было возможности держать пост где же его деяния которые он совершал почему вы их не учли после того как у первого уже не было возможности совершать деяний и в конце хадиса сказал И разница между ними подобна расстоянию между небом и землей. То есть второй человек по причине того, что прожил дольше всего лишь на неделю, но в этой неделе он совершал благие деяния, в эту неделю он постился, в эту неделю он совершал молитвы, в эту неделю он читал Кур'ан, поминал Всевышнего Аллаха, помогал близким, приобретал знания, взывал ко Всевышнему Аллаху с мольбами, помогал беднякам, приобретающим знания людям и так далее. То есть второй человек совершал благие деяния в тот период времени, который даровал ему Всевышний Аллах, не пренебрегал этим. И поэтому посланник Аллаха, указывая людям на то, чтобы они не обольщались тем, кто умер на пути Всевышнего Аллаха, сказал, Почему же вы не считаетесь намазами, которые он совершал, почему же вы не считаетесь суразой, которую он держал, почему же вы не считаетесь деяниями, которые он совершал в этот промежуток времени, тогда как первый уже не мог этого делать, тогда как первый человек, который скончался на пути Аллаха, уже у него не было возможности для совершения этого. Поэтому человек должен ценить каждую секунду своего времени. Человек должен ценить те моменты, которые Всевышний Аллах даровал ему в его жизни. И тем более такие благодатные моменты, как месяц Рамадан, или же как, допустим, день Арафа, или же другие-другие дни, которые выделил Всевышний Аллах, на которые указывает Кур'ан и Сунна Пророка, что эти дни являются почетными, что эти дни выделены у Всевышнего Аллаха. Но опять же, будет уместно подчеркнуть, что только те дни, которые выделил Аллах и его посланник, потому что только Аллах и его посланник имеют право выделять какие-то дни, а не так, что кто-то решил выделить день рождения Пророка, который называют Маулид, и в этот день праздновать день рождения Пророка какими-то песнопениями, поминаниями, которые неузаконены от Пророка Мухаммада. Кто-то решил выделить день бракосочетания матери и отца Пророка, Ночь Бараат, Исрау Аль-Мирач и тому подобные дни, которые не были выделены Пророком, который никак не избрал Всевышний Аллах, и нет указаний на это в Сунне Мухаммада, то, конечно же, такие деяния не будут приняты у человека, такие деяния будут тщетными. Как сказал Мухаммад, салли Аллаху алейху ассалям, «Ман амиля амален лейса алейхи амурна фахва радд». Хадисы от Айши, рада Аллаху анха, тот, кто совершает какое-либо дело, на которое не было нашего указания, который не избрал Всевышний Аллах, которому не было отдано предпочтение в Куране и Сунне, такое дело будет отвергнуто. «Эй, мардудун аля сахиби» не будет принято у того, кто его совершает. Подводя итог, хотелось бы сказать то, что человек должен пользоваться теми моментами, которыми наделил его Всевышний Аллах, даже если это один день, даже если это неделя или же месяц, тем более такие благодатные месяца, как месяц Рамадан, или же как первые дни месяца Зульхиджа и тому подобные дни. И человек может иметь успех и преуспеть даже буквально за неделю, как мы видим это в хадисе от Рабейда ибн Халида. И поэтому человек никогда не должен отчаиваться, не говорить, что вся моя жизнь была прожита неправильно, теперь уже Всевышний Аллах Субханаху Аталия меня не простит, кается уже поздно. Это неправильное размышление. Посланник Аллаху Салли Аллаху Алейху Ассалям сказал «Иннам аль амалю биль хаватим» Воистину дела у Всевышнего Аллаха Субханаху Аталия будут оцениваться по окончанию, по последним его делам. Человек получит воздаяние по последним делам, которые он совершал. Однако те дела, в которых он покаялся, они будут прощены Всевышним Аллахом Субханаху Аталия, если его покаяние было искренним. Поэтому человек не должен обращать внимание на тех, кто говорит «Посмотрите на него, он всю жизнь прожил такую скверную жизнь, он делал то-то и то-то, он совершал такие-то, такие-то грехи, он говорил то-то и то-то, он поступил с тем-то так-то и так-то». Если человек искренне покаялся перед Всевышним Аллахом Субханаху Аталия, встал на путь исправления, то Всевышний Аллах Субханаху Аталия знает то, что в сердце у человека, если он искренне, непременно простит его. И поэтому не нужно слушать то, что говорят люди. Говорят «Аллах Субханаху Аталия тебе не простит, куда ты в своем возрасте, тебе уже поздно, хотя до этого ему было еще рано». На салюллах аль-афа валь-афия. Аллах Субханаху Аталия говорит «Куль я аибадия ладина асрафу аля анфусихим ла такнатумир рахматилля». Скажу вам, Мухаммад, о те, которые переступили мои законы и поступили несправедливо по отношению к себе, ла такнатумир рахматилля. Не отчаивайтесь в милости Аллаха. Инна Аллаха яхфиру ззунуба джамия. Аллах Субханаху Аталия прощает все грехи. Инна хуху аль гафуру ррахим. Воистину он прощающий, милостливый. Поэтому человек должен направиться ко Всевышнему Аллаху Субханаху Аталия. Независимо от того, в каком он возрасте. Независимо от того, недели это или час, или месяц. Хадисы пророка Салюллаху Алейху Асалям. Аяты Кур'ана побуждают именно к этому. Однако те, кто побуждают к обратному, это шайтаны из числа людей и джиннов, которые желают, чтобы человек отстранился от пути Аллаха Субханаху Аталии, и которые желают, чтобы он вместе с ними в конце был в аду и горел в огне. Насалюллаха Асаляма.